Губернаторам выделят личную охрану. Из числа сотрудников Росгвардии всего 7 гвардейцев каждого чиновника будут сторожить, а оплачивать это удовольствие должны региональные бюджеты по тарифам, которые их установит правительство России. С одной стороны, вроде ничего страшного. Глав регионов у нас хоть и народ избирает, но это отнюдь не означает, что люди их прямо любят, любят, да и от дурака никто не застрахован. Я другого не понимаю. Росгвардия подчиняется лично президенту. А если, например, губернаторские выборы выиграет кандидат, находящийся к президенту в оппозиции? Ну дайте помечтать-то. В этом случае как быть? Охранники вертухаев превратятся в этаких ребятишек, которые под пресс могут пустить в случае чего по указке своего прямого начальника, ну или не успеть среагировать на нападение, чего уж проще. Красота. А еще возле каждого первого лица в регионе теперь появится 7 официальных стукачей. Тоже здорово. Слушайте, мне одному кажется, что тут полицейщина и попахивает. Дожили. В Кремле уже не только собственного народа боятся, но и того, что наши чиновники могут взбунтоваться. Начинаем. А вот сейчас вас насмешу еще одну интересную историю. Зрители прислали. Спасибо им за бдительность. А знаете ли вы, дорогие соотечественники, что согласно налоговому кодексу РФ сбор налогов в России незаконен? Во всяком случае, так получается. И это не шутка сейчас. Давайте покажу. Вот он кодекс последней редакции. Читаем статью 12. Виды налогов и сборов. Полномочия законодательных представительных органов государственной власти, субъектов федерации и бла-бла-бла. Пункт первый. В России устанавливаются следующие виды налогов и сборов. Федеральные, региональные, местные. Дальше идет разъяснение, какие подати к какому уровню относятся. А теперь, алле, оп, пункт пятый. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим кодексом. Еще раз говорю, я не прикалываюсь. Сами можете удостовериться. Вопрос, что это? Ошибка закрала силе. Авторы ошиблись намеренно. Хотя, вы знаете, я в великой и могучей всю жизнь живу. И уже не раз убеждался, если в законодательстве имеется какая-то дыра, всегда найдутся те, кто этим моментом успешно пользуется. Впрочем, это еще не все. Другой момент. Не удивлюсь, например, если завтрак вдруг всю социалку вместе с пенсиями отменят в принципе. А когда народ пойдет бузить, мы же, мол, отчисляли на протяжении многих лет какие-то деньги со своих доходов, им ответят, а кто вас заставлял? Вот и в законе прописано. Налоги и сборы упразднили лет сто назад. Так что шли бы вы, россияне, за газировкой. Обожаю эту страну. А это реальная журналистика. Дуракам везде у нас дорога. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. В Нижегородскую область вас приглашаю. Есть там такой совхоз Суворовский, в котором людей за людей не считают, но обо всем по порядку. Много лет назад, в начале 2000-х, директор совхоза придумал, как заманить к себе на предприятия работников, доярок, трактористов, зоотехников. Пообещал людям жилье и даже выделил целый многоквартирный дом, переделанный из бывшего детского садика. Обещал, что после определенной выслуги лет, квартиры перейдут в собственность крестьян. А сейчас выяснилось, что и совхоз тот, и дом квартиры, в смысле, выставили на продажу. Причем вместе с жильцами одну даже уже продали. Здравствуйте. В отношении у вас имеется решение суда о вести веселение. Вы сейчас пришли веселять. По сути дела, она должна выйти с ребенком, с малолетним, на улицу и ночевать на улице. В рамках исполнительного производства от нас необходимо только выселить. Есть решение суда, и можно выселить ребенка на улицу, просто на улицу и пусть там живет. Это уже не наше, как говорится. Не ваша проблема. Мы все бомжи. Мы все бомжи. Слушайте, я балдю, а мы с вами все шутим о том, что крепостное право однажды в Россию вернется. Так вот оно уже вернулось. А вот она, крепостная, полтора десятилетия отработала ради этих квадратных метров, а сейчас ее продали вместе с теми квадратами, как шкаф какой-то, как дверь в туалете. И ведь нет у нее никаких прав. Ни один суд не встанет на ее сторону. Просто пришли, выкинули как собаку и скажи спасибо, что ты в качестве рабыни к этой квартире не прилагаешься. Юлия Михайловна, какие-то вещи сейчас будете забирать? Юлия Михайловна. В данный момент нет. Мне некому помогать, чтобы что-то забрать. В вашу опись имущества. Вы что наглеете такой степенью уже? Не плачь, пожалуйста. Ни бога, ни черта, никого ты не боишься. Возьми, у тебя жизнь впереди, ты подумай над ней, как ты ее будешь жить, а дальше-то. Хотя это ведь еще только начало истории. Видели, что у женщины трое детей. Вот. Поэтому я даже уверен, что в скором времени в ее жизни появятся еще и сотрудники опеки, которые до кучи детей отберут. Ну, жить-то ей негде. Вот оно, повторюсь, настоящее крепостное право. Ты никто и звать тебя никак. Работы тебя лишили. Единственного жилья тоже теперь еще и детишек заберут. Чтобы жизнь медом не казалась. Мне, вы знаете, в глаза тому судье посмотреть захотелось. Спросить, нормально ему спиться, нет? Это ведь уже самый настоящий беспредел. Ребята, в правовом государстве такого никогда бы не случилось. Подобное может происходить там, где бал правят паханы и понятия. Не то место на планете назвали зоной отчуждения. Зона отчуждения – это не Припять с Чернобыльской станцией. Мы в зоне отчуждения живем. А пока паханы из Нижегородской области закрывали глаза на историю с выселением многодетной мати, делая виду, будто ничего не произошло. Другие паханы, архангельские, втирали народу очки о том, что светлое будущее уже на подлете. Так в Новодвинске представители регионального отделения «Единой России» гордо и с пафосом открыли, внимание, телефонную будку. Кучу гостей по этому поводу наприглашали. Пропагандистов нагнали, которые все это дело сняли для истории и показали по местным каналам. В общем, красавцы. Одна фраза в данном случае на ум приходит – действительно партия реальных дел. Ох, и изменится сейчас жизнь в том Новодвинске в лучшую сторону. Сушите весла, ребята, все вы теперь, белые рюль люди, у вас же будка появилась телефонная. Справедливости ради надо сказать, что паханы от ЕР постоянно о горожанах заботятся. У них даже специальная программа. Там принята «Сорок добрых дел». Называется «В прошлом году сорок лавочек установили». Две детские площадки оборудовали или вот еще. Проведена акция «Звезда героя», когда устанавливали звезды на домах, где проживают ветераны и различные другие мероприятия. Проект «Сорок добрых дел» – это подарок городу от Архангельского ЦБК. В его рамках был открыт дом семьи, в котором продолжат работу клубы для родителей детей-инвалидов, многодетных семей подростков и людей с ограниченными возможностями здоровья. Тю, так это Архангельский ЦБК, оказывается, добрые дела-то вершит, на котором полгорода трудится. Ага, то есть, если проанализировать ситуацию, то это ж люди сами себе подарки-то делают. А эти из партии реальных дел, какого тогда примазались, они тут при чем? Ленточку перерезать было некому. Я, кстати, с этих единороссов ржу. Раз в пятилетку перед выборами они начинают изображать видимость бурной деятельности. Иногда, подчеркиваю, иногда данные телодвижения совпадают с тем, что они, в общем, должны делать, как депутаты на протяжении всего своего депутатства, как, например, в данном случае уговорили руководители ЦБК сделать что-то для города. Молодцы, здорово! Выполнили свою работу, за которую зарплату получаете? Но нет. Они давай бравировать такими историями, хвалить себя любимых. Пропагандисты им бросаются пятые точки нацеловывать. Боги кричат, боги, спасители. А дураки все это дело хавают. Это Россия, детка. Страна рабов. Ну и чтобы не на грустной ноте, еще немного о светлом будущем, которое нас ждет. Помните, совсем недавно рассказывал о возможных сокращениях на Уралвагонзаводе? Так вот, господа, хочу вас обрадовать, это только первые ласточки были. В ближайшее время лихорадить должно начать весь машиностроительный комплекс. Государство собирается перестать поддерживать машиностроителей. Коснется это судоремонтных заводов, производителей сельхозтехники, техники для российских железных дорог. В общем, крестьяне. Доставайте из пыльных чуланов ржавые комбайны Нива и тракторы Беларусь. Пассажиры ездить по железке по-прежнему будем на разваливающихся вагонах родом из Савдепии. А тонуть продолжим на теплоходах типа Булгария. 21 век на дворе как-никак. Ну а те, кто работают в машиностроительной отрасли, начинайте подыскивать новое место, пока есть время. В общем, счастье не за горами, ладно. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху. Вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Какие 80 лет? До 80 лет будут жить. Очень хорошо до 80 лет. Но каким образом он будет жить? Мы говорим, давайте мы продлим пенсионный возраст, поскольку люди будут жить дольше. Как же они будут жить дольше, если мы их заставляем работать больше? Вот логики я не вижу. Люди живут дольше, если они отдыхают. Если они в санатории. Если счастливые дома, квартиры, говорят, давай работай, как крепостной, и ты будешь жить дольше. Нет, так не бывает. Ну где логики?